Друзья мои, всем большой привет! Наконец-то приехали мои инкубаторы, которые мы так долго ждали, а также ждали вы, мои зрители. Меня уже много раз спросили в комментариях и в личке, когда уже приедет инкубатор и будет на них обзор. И ура, ура, они приехали! И сейчас я вам буду рассказывать про инкубатор от фирмы Птичий двор, модели S128. В самом начале своего ролика, хочу, предвидев все ваши внизу комментарии, которые вы мне будете писать и задавать вопросы, хочу ответить сразу на самый наболевший вопрос. Да, это Китай, но, хочу сказать сразу, это Китай качественный. Бывает Китай прям фу-фу, а бывает Китай хороший, настоящий, качественный. Вот это второй вариант. Инкубатор крепкий, нормальный, все у него в порядке. Он не пахнет даже при запуске, при работе, он не пахнет, не издать никаких неприятных запахов, так сказать. У него все детальки ровно подогнаны, все подходит, все сделано очень качественно. Чему я, между прочим, очень удивилась по сравнению с теми инкубаторами, что я видела, которые продаются у нас на рынке. Те же, например, просто китайские или даже наша отечественная Аля Квочка или Несушка или что-то такое. Здесь просто небо и земля, я вам точно говорю, качество здесь отличное. Самым основным и главным отличием этого инкубатора от всех остальных, что я когда-либо видела, это то, что он модульный. У него такие своеобразные ярусы, которые друг на друга ставятся, и в один ярус влезает 64 куриных яйца. Всего можно поставить 3 таких яруса, и общей сложности получится 196 яиц. У меня от яруса таких 2, а модель у меня S128. Но дополнительный ярус можно купить у производителя в магазине на сайте. Ссылка на магазин и на производителя внизу в описании. А также это самый умный из инкубаторов, который я когда-либо видела, потому что в нем можно не заморачиваясь совершенно, нажать просто кнопочку куриные яйца, и он будет делать все сам. Он выставит нужную температуру в нужный день, а также нужную влажность. Сам их будет поворачивать и абсолютно практически будет все делать сам. Мое дело фактически только будет достать цыплят из этого инкубатора. И также первый раз в своей жизни я встречаю такую особенность, как обдув яиц целиком по бокам. Там не просто сверху у него греет нагревательный элемент, и хватает холодный воздух, и горячим дует на верхние яйца. Он берет воздух из инкубатора, его же еще раз прогревает, и по специальным каналам спускает вниз по ярусам, и обдувает, так сказать, все наши закладки, то есть все яйца, которые лежат в данном инкубаторе. В общем, вот такое чудо техники до нас сегодня доехало. Спасибо большому птичьему двору. Мы очень ждали и ждали наши зрители. Поехали, смотрите, я надеюсь, вам будет интересно. Ну что, друзья мои, дождалась я наконец-то. Приехали наши инкубаторы. Сегодня пришло мне сообщение с утра на телефон о том, что они доставлены в пункт слома-вылоза в славном городе Ступино. Поэтому сейчас я выдвигаюсь в городе Ступино для того, чтобы забрать инкубаторы и сделать наконец-то на них обзор. Поехали! Ну что, друзья, товарищи, ура-ура, ехали мы ехали. И наконец приехали. Немного я поплутала по складам. И тут такое количество, что немножко заблудилась. Вот. Ну мой Гарик Харлану, в моем навигаторе, в общем, вывел меня в нужное место. Пойдем за инкубаторами. Продолжение следует... Так, ну что, друзья, вот и забрала я инкубаторы. А теперь поехали домой, чтобы все быстрее рассмотреть и вскрыть. Ну вот и прибыла я домой. Открываем! И мы... Продолжение следует... 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 То есть вот такой смешной синий бублик. Это, соответственно, разъем для 220 для подключения к сети. Вот такой увлажнитель для опрыскивания водоплавающих лиц, водоплавающих птиц, утки, гуси и прочие всякие водоплавающие. Это штекер для питания резервного, который будет подключаться. И в том случае, если вдруг у вас в сети исчезнет питание, ваш инкубатор автоматически переключится на аккумуляторное питание. И вот такая вот бутылочка со смешной пипкой для автодолива воды. Долив воды производится вот с помощью вот этой бутылочки. Вот сюда здесь есть специальные кармашки для долива воды. Каждый кармашек соответствует своему, так сказать, вот этому проходу, изгибу внутри и внизу инкубатора. То есть наливая в каждый отдельный кармашек, мы можем заполнить отдельно каждый вот этот проход. Инструкция, которая идет к данной модели инкубатора, написана на русском языке. Здесь написано все от и до, вплоть от того, как собрать, как подключить, как настроить, какие кнопочки куда нажать. Все описано. Плюс она, конечно, оснащена вот такими замечательными цветными картинками. И, в общем, это инструкция для тех, у кого миллион вопросов об одном и том же. Все очень понятно написано. И также я хочу сказать, что только что я говорила о том, что в три этажа влезает 198 яиц. И, конечно же, я говорила, 192 яйца влезает в три этажа по 64. Итак, первым делом при запуске инкубатора мы наливаем воду в нижний вот эту, в самый нижний ярус, в одну из центральных канавок. Воду нужно наливать примерно до середины, то есть, ну, не целая, чтобы она была эта канавка, примерно до середины. И вот сюда, в эту дырочку, устанавливаем наш смешной синий бублик увлажнитель воздуха. Поставили наш бублик, и теперь обратно устанавливаем наши этажи. Аккуратненько вот так вот. Так. Теперь подключаем разъемы. Юсбичный разъем это вот на испаритель. А это автоповорот. Подключаем их к крышечке и крышечку ставим на место. Для удобства дальнейшей съемки я сняла эту белую крышку, чтобы вам было лучше видно. Значит, сюда вот подключается разъем для 220 и сюда же, вот сюда же, вот в эту отдельную дырочку подключается разъем для питания от аккумулятора. И автоматически происходит переключение от аккумулятора на 220 и 220 обратно, в случае, если у вас отключили электричество. Итак, после включения наш инкубатор стал похож на какой-то космический корабль со сложным блоком управления. Или, ну, минимум, как вы на марке, знаете, такая дисплей со всякими разными показателями. На самом деле, только на первый взгляд это кажется таким сложным, но здесь ничего сложного нет. Я вам сейчас все объясню. Итак, поехали. Давайте с самого начала. Индикатор того, что работает 220, а это индикатор на 12 вольт. У меня сейчас аккумулятор не подключен, поэтому он не горит. Вот эта шкала, это отсчет времени до поворота наших яиц, то есть осуществление поворота. Когда она дойдет до низа, значит, что яйца будут скоро переворачиваться. Сверху, что мы видим, вот этот огонечек, это индикатор того, что работает нагрев. Следующий, вот здесь вам плохо видно, но это здесь нарисована снежинка. Это индикатор того, что температура в инкубаторе падает. Тучка нарисована, это индикатор влажности. Так, вот этот восклицательный знак, это значит, внимание, и он издаст сигнал, если что-то с вашим инкубатором не так, упала влажность, упала температура, нужно удалить воды, еще что-то происходит. В общем, какое-то внимание, вот это индикатор, внимание, он загорится, инкубатор будет издавать такой неприятный пищащий звук. И это, соответственно, то, что работает вентилятор, а вот эта замечательная маленькая лампочка, это работа авоскопа. Влажность внутри инкубатора. Ниже циферки заданной настройки, то есть температура заданная на 37,8 на данный момент и на 60% влажности. Также он показывает, какой день инкубации сейчас идет. Поскольку мы его только что включили, он показывает день номер один. И теперь вот эти замечательные птички по краю инкубатора. Знаете, что это такое? Это очень приятная фишка в данной модели инкубатора. Вам не нужно вручную настраивать температуру и влажность. Вы можете просто выбрать тип яиц, которые вам нужны, и инкубатор автоматически проведет весь режим инкубации. Он выставит нужную температуру в нужный день, выставит нужную влажность в нужный день и все сделает сам. То есть это программы по типам яиц, заданные уже в этом инкубаторе. Итак, у нас здесь есть куры, утки, гуси и голуби и перепела. Два в одном. Вот на голубях и перепелах можно инкубировать и тех, и других. На этом моменте я бы хотела остановиться немножко поподробнее, чтобы было точно и ясно понятно. Что имеется в виду под этим? То есть вы выбираете, например, я просто сейчас расскажу на примере куриных яиц. Это не значит, что ваш инкубатор будет все 21 день держать одну и ту же температуру и одну и ту же влажность. Как указано в таблице производителей, также это, между прочим, написано в инструкции, которая есть к этому инкубатору. Вот он будет держать с 1 по 6 день температуру 38, влажность 60 и поворот яиц будет включен. С 7 по 12 день температура 37,8, влажность 55, поворот включен. И с 13 по 18 день температура 37,6, влажность 60, поворот включен. В 19 день и позже он будет держать температуру автоматически 37,2, влажность 65, и нужно не забыть, самое главное, вымынуть наши ролики, которые крутятся, и поставить туда сетку. Но если по каким-то причинам вас не устраивают предложенные заводские настройки в данном режиме инкубации, вы все сможете поменять вручную. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Прежде все-таки рассмотрим еще вот эти кнопочки, которые находятся на панели нашего управления. Вот это индикатор изменения температуры, это индикатор изменения влажности, это ручной поворот яиц, это выбор типа яиц, то есть вот наши куры, гуси, утки и, соответственно, голуби. Господи, никак не привыкнуть к голубям. Вот именно вот эта кнопочка мы будем выбирать. А это, соответственно, наш авоскоп включения-выключения и кнопочки плюс и минус. Ну что, давайте скорее потыкаем по всем кнопочкам. Итак, выбираем. На самом деле это самое простое. Мы закладываем наши яйца, нажимаем вот на эту кнопочку, где выбор типа яиц, держим ее примерно 5-8 секунд, и у нас загораются куры. Все, на самом деле, больше бы нам здесь ничего бы трогать было бы не надо, он сделает все сам. Заданная температура на первый день инкубации 38, 60% влажность. Но сейчас в нем 33, 4, но он греется, и заданная влажность 64 многовато. Поэтому не работает сейчас, вот этот датчик не горит. Теперь дальше мы опять, для того, чтобы переключить на следующий, на уточек на наших, опять держим 5 секунд, у нас загорают совершенно замечательные зеленые уточки. Температура для них должна быть 38,3, влажность 60 на первый день инкубации. И точно так же мы с гусями делаем, нажимаем, держим, переключаются на гусей, здесь, соответственно, меняются настройки, и выбираем перепелов или голубей. И здесь тоже, видите, сами автоматические настройки поменялись. Если вы новичок в инкубации, и вас все вполне себе устраивает, и у вас нет каких-то своих заморочек или каких-то своих личных, так сказать, намерений исправить температуру, влажность или еще что-либо, просто оставьте все как есть, выберите кур, уток или кого вам нужно, и оставьте все. Инкубатор сделает за вас все сам. Но если вдруг у вас есть какие-то претензии, и вам не нравится тот режим, в котором он будет инкубировать ваши яйца, вы все можете поменять вручную. Допустим, вы собрались инкубировать яйца какого-нибудь крокодила, а здесь у нас крокодила нет, что же нам делать в этом случае? В этом случае все достаточно просто. Нам нужно вручную установить температуру и влажность, при которой мы будем инкубировать наши яйца. Для этого мы выбираем клавишу, вот настройка температуры, один раз ее нажимаем, и у нас здесь внизу загорелся индикатор. Это заданная температура. Допустим, мы будем инкубировать эти самые яйца нашего аллигатора при температуре 39 градусов. Все, раз. И теперь заданная температура 39, и он будет нагревать, соответственно, наш инкубатор до 39 градусов. Это температура фактическая. То же самое касается влажности. Мы нажимаем один раз вот на эту замечательную точку, и, допустим, у нас, они же водоплавающие, да, эти крокодилы, и мы поставим влажность 98, 99 процентов. Нажали на точку. И сейчас загорелся вот у меня, внимание, это значит, что очень маленькая влажность. Видите, как я и говорил немножко раньше, он начинает издавать пищащий звук вредный, и влажность начала орать. Чтобы отключить это, нужно нажать на кнопочку «минус». Все. И теперь наш инкубатор будет пытаться нагнать влажность 99 процентов, но это будет невозможно, потому что у меня залит только один вот этот самый рядочек с водой. И он будет у меня постоянно пищать, теперь нужно будет скинуть, не забыть. А вот эта тучка означает то, что наш синий бублик, который плавает внизу инкубатора, работает. Мы сейчас немножко попозже откроем инкубатор и посмотрим, как он работает. Так, ну что, здесь, в общем-то, все понятно. Для того, чтобы все сбросить, если вы вдруг здесь что-то нахимичили, не то понатыкали и не знаете, как теперь от этого избавиться, нужно вернуть заводские настройки. Для этого мы нажимаем «плюс» и «минус» вместе и немножко их держим. Все. Наш инкубатор вернулся к заводским настройкам и наши температуры 37,8. А также вручную мы можем настроить наш поворот яиц. Автоматически в этом инкубаторе установлен поворот каждые 90 минут и вращением на 19 секунд. Но, допустим, мы хотим, чтобы наши яйца очень крупные, допустим, и не успевают поворачиваться за 19 секунд настолько, насколько нам надо. И мы хотим, чтобы он крутил их 30 секунд. Это тоже можно сделать и это несложно. Вот эта кнопочка означает поворот яиц. Мы ее нажимаем один раз и видим «F1 90». 90 значит раз в 90 минут. А мы хотим, чтобы он нам их вращал каждые 10. И ставим на 10. И он будет вращать наши яйца каждые 10 минут. Если мы нажмем на эту кнопочку еще раз, то здесь будет у нас показатель «F2». 20 секунд. Это значит, что наши ролики вращаются в течение 20 секунд. А мы хотим, чтобы они вращались больше 40 секунд. И мы нажимаем вот здесь вот, выбираем 40. 40. Ну или там. Все. Ничего больше не трогаем. Он сам автоматически сохранит заданные параметры и будет вращать наши яйца именно по заданным параметрам вот здесь. А также у этого инкубатора есть возможность, так сказать, внутренних или тонких настроек параметров инкубатора. Я не рекомендую всем неопытным пользователям или тем, кто боится потом не вернуться обратно туда лазить. А я этого не боюсь. Поэтому лезем в тонкие настройки. Сейчас я вам все покажу. Что такое тонкие настройки инкубатора? Фактически, это настройки, при которых будет срабатывать вот этот наш предупреждающий сигнал. Я, допустим, хочу, чтобы он меня, инкубатор, начинал меня предупреждать о том, что что-то происходит, если температура упала ниже 37 градусов. Для этого мы заходим в температуру и держим ее примерно 8 секунд. П1 означает... Вот здесь, на самом деле, в инструкции есть целая таблица того, что означают все вот эти аббревиатуры, которые уже сбросились, но горели сверху. Вот П1 означает верхняя температура, при которой срабатывает предупреждающий сигнал. За двадцатые параметры 38,8. То есть, если будет 38,9, инкубатор начнет орать. А я хочу нижнюю найти. Так, температура начала, прекращение. Так, сейчас посмотрим. Температура, при которой срабатывает предупреждающий сигнал, нижняя. Вот, 36,5. Вот, а я хочу, чтобы он у меня кричал, когда у меня 37. И для этого мы заходим в опять температуру. Ждем. И забыла я посмотреть код. Сейчас посмотрим код. Это будет код. П4. Так. Нажали, ждем. П1, П2, П3, П4. Код 36,5. А я хочу, чтобы он кричал, когда будет 37. И выставляю вот здесь вот. 37. Все, больше мы ничего не трогаем. Он автоматически запомнит эти параметры. И мой предупреждающий сигнал начнет меня предупреждать, когда температура будет ниже 37 градусов. То же самое происходит с влажностью. Мы держим вот эту тучку. Вот, выбираем здесь по кодам то, что мы хотим найти. Коды мы берем из инструкции. Сейчас, секунду. Вот они, эти коды. Все прописаны в инструкции. И начинаем, в общем-то, шарить плюс-минус, как нам удобно. А теперь давайте посмотрим, как работает принудительный поворот яиц. Вот у меня есть тут тестовые яйца. Это тульская какой-то птицефабрика. Сейчас мои засранцы не несутся. И мне приходится яйца покупать. Поэтому кладем яйца печатью в эту сторону. Нажимаем на кнопочку плюсик и держим ее несколько секунд. Наш инкубатор пикнул. И наши друзья поехали. В течение 19 секунд по автоматическим настройкам крутятся наши валики. Хочу заметить, что если вам кажется недостаточным переворот яиц, вы бы хотели, чтобы он переворачивал их еще сильнее, можно это поставить в настройках, как я только что показывала. Меня все вполне устраивает. И на мой дилетантский взгляд, 19 секунд вполне все достаточно, чтобы перевернуть яйцо со стороны на сторону. А также давайте посмотрим, как работает авоскоп. Вот здесь имеется с правой стороны отверстие, в котором установлена лампочка. Сюда прекрасно помещается даже перепелиное яйцо. И вот здесь вот кнопочку мы нажимаем, авоскоп. Конечно, делать это нужно при полной темноте. Но у меня сейчас такая возможность есть. Тем более, все равно эти яйца магазинные, они пустые и только что из холодильника. Вот так же, как и куриное яйцо, вполне себе просвечивается. Прекрасно будет все видно, если выключить свет. И выключаем наш авоскоп таким же нажатием. Раз. Все. И, конечно, мне интересно посмотреть, как работает вот этот самый ультразвуковой увлажнитель воздуха, похожий на синий бублик, или который напоминает мне стиральную машинку Ритона. Помните, была такая ультразвуковая? И мы все пытались ей стирать там в свое время. Адем, подними, пожалуйста, вот этот ярус. Вот, видите, он горит зелененьким огонечком и старается, выдает нам пар. Мы открыли, влажность упала, и, конечно, датчик показывает, что влажности нет, и он бедный старается. Закрывай. А то он такой малыш. Ну, да, зато ультразвуковой и очень старательный. И наш синий старательный бублик работает. Все прекрасно и выдает нам необходимую влажность. Ну, и, конечно, русский пытливый ум не может что-нибудь куда-нибудь не всунуть и что-нибудь не перепроверить. Вот гигрометра у меня нет, а вот такой термометр для проверки температуры внутри инкубатора есть. И мы смотрим. Значит, здесь у нас показывает 34,5, на этом показывает 34,6. В общем, я хочу сказать, что два датчика показывают, в принципе, одинаковую температуру. Тут в полдесятых градуса она прыгает, но она постоянно греется же сейчас, пока до 37 добирает. Вот, и это значит, что датчики у меня оба работают нормально, и датчик инкубатори тоже работает нормально. Продолжение следует... Это значит, что в этот момент ваши яйца охлаждаются, и вам совершенно не нужно бегать с крышками и включать и выключать розетки. Что для меня, например, большой плюс, потому что я часто об этом забываю. Итак, подведем итог. Я вам говорю свое честное мнение. В общем и целом, инкубатор мне понравился. Он такой, для лентяев загрузил, две кнопочки нажал и забыл. Самое главное, не забыть потом поменять ролики на сеточку и вытащить вылупившихся цыплят. Из минусов, а также оставшихся непонятных вопросов, которые я думаю, что со временем я для себя разрешу, но на данный момент у меня самый главный один вопрос. Меня смущает то, что вот эти все проводки находятся внутри инкубатора, а там все-таки повышенная влажность. И насколько этих проводков хватит, в общем, я пока не знаю. Будем смотреть и будем пробовать. Ну и также есть один малюсенький совершенно нюанс, незначительный, но он есть. Вот эта бутылочка с пипочкой, которую доливают воду, конечно, ее не хватает для того, чтобы налить целый ряд воды. Между прочим, за один день тот ряд, где установлен синий смешной бублик, который испаряет воду, весь практически испаряется и придется вам каждый день туда воду доливать в этот один ряд. Вот, этой бутылочки, конечно, не хватит, а лучше бы взять бутылку побольше. Но это совсем такой малюсенький нюанс, который плюсы этого инкубатора, конечно, перекрывают вот этот небольшой нюанс. Для всех, кто хочет узнать, как лупятся цыплята в этом инкубаторе, как мы туда закладываем яйца, что из этого всего получилось, хочу вам сообщить. Яйца, заказанные нами для данного инкубатора, приедут только 5 марта. Поэтому обзор выйдет сразу после того, как мы получим яйца. Заложим, обязательно вам все снимем, покажем и обязательно потом покажем, что из этого получилось. Для тех, кто будет смотреть этот ролик уже позже весны 2019 года, рекомендую пошариться по плейлисту канала и найти там интересующие вас ролики. И на этом, друзья мои, будем писать финиш. Ссылка на продавца птичий твор, также на этот инкубатор, внизу в описании. Здесь и вот здесь мы посмотрим что-нибудь интересное. А вот здесь подпишемся на канал пальчиком так тык и подпишемся. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачных выводов и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok